Несмотря на свои маленькие размеры, в болгарке скрывается огромная мощь. А что если приделать этот инструмент к велосипеду и сделать электробайк? Но не все так просто, как кажется на первый взгляд. Чтобы это хорошо работало, нужно решить несколько задач. Первая из них, это слишком высокие обороты у этой углошлифовальной машинки. Чтобы понизить их до приемлемой величины, мы приварили кусок трубы к гайке и накрутили ее на вал. Для проверки, мы просто прижали ее к колесу. Перебор! Да, явно перебор! Сотня! Стока мычи, это конечно хорошо, но нужно понимать, что при таких оборотах крутящий момент будет слабым. Велосипед всего скорее не стартанет. Чтобы понизить их еще больше, мы прижали непосредственно сам вал болгарки к колесу. Вот теперь, похоже, скорость будет та, что надо. Для лучшего сцепления, мы набузовали на вал армированный шланчик высокого давления. Теперь остается зафиксировать болгарку на колесе и можно испытывать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, супер! Теперь можно испытывать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень резвый старт. Аж покрышку сжет. Чтобы этого избежать, я поставил кнопку от дрели с плавным пуском. Получилась такая вот ручка газа. Настало время крепить аккумулятор, который я собрал из бракованных зарядных чехлов от смартфонов. Получилось 12 вольт и 21 ампер час. При весе всего в 1,2 кг. Чтобы повысить напряжение, я использую инвертор на 220 вольт. Получилось довольно неплохо. Теперь можно ехать. Нормально, разгоняется резво, очень даже резво. Я думаю, что на крутую ворку запросто потянет. Стартует вообще классно. Вообще классно. На горку рвет. Можно смело больше диаметр ставить. Чтобы повысить максимальную скорость, опытным путем был подобран оптимальный диаметр втулки. При испытаниях выяснился еще один недостаток. Это отсутствие свободного хода. То есть, когда едешь только на педалях, болгарка начинает тебя тормозить. И продолжает вращаться, даже если просто качешь велосипед. Поэтому решено было сделать сцепление. Для этого установили такой вот рычажок, который, как обычные тормоза, двигает тросик. С другой стороны, этот тросик смещает основание, на котором закреплена болгарка. Достаточно просто нажать, и вал болгарки прижимается к колесу. У меня не было цели сделать электромопед. Для меня важно, чтобы велосипед остался велосипедом. Благодаря механическому сцеплению, можно отключить болгарку от колеса. И свободно ехать на педалях. Мотор в этом велосипеде у меня выполняет роль помощника. Представь, заболела нога, устал, или надо заехать на горку. Включаешь мотор и залетаешь с ветерком. Ощущение от езды на таком велосипеде просто бомба. Это не передать словами. Нужно только попробовать самому. Кстати, эта болгарка оказалась чересчур мощной для велосипеда. Ее номинальная мощность 750 ватт. Недавно я узнал, что велосипедист в среднем выдает 250 ватт, круча педали. И когда я включаю мотор на полную мощность, такое чувство, что тебя сзади толкают три велосипедиста. Хоть бы этот старенький велосипед Украина не развалился от такой мощи. Но нужно понимать, что если ехать непрерывно на полном газе, заряда этого аккумулятора хватит на 15 минут. Ничего, скоро я соберу помощнее аккумулятор. Но если не лениться, помогать педалями и полный газ давать не всегда, то на одном заряде мне удавалось проехать 30 километров на этом маленьком аккумуляторе. Кстати, ручка газа у нас тоже непростая. На ней есть регулятор мощности. Им можно выставить, допустим, 20%. И боковой кнопочкой зафиксировать. И у нас получается круиз-контроль. Теперь велосипед стабильно едет с заранее выбранной скоростью. Я обычно выставляю 10-20% мощности. В таком режиме мотор выполняет роль помощника. И не надо сильно напрягаться, чтобы крутить педали. Но при этом едешь как спортсмен. Обычные велосипедисты тужатся, пыхтят, преодолевая подъемы. А я с легкостью их обгоняю и особо не потею. Это ни с чем не передаваемые ощущения. А этот звук мотора. Ух, как он заводит. С мотором я могу ездить гораздо дальше, чем на обычном велике. И возвращаюсь домой почти не уставшим. Я открыл для себя совершенно новые ощущения от велопрогулки. Это однозначно стоит попробовать. Кстати, заводской мотор такой же мощности для электровелосипеда весит аж 8 килограмм. Представь, это как ведро воды. Да у меня вся конструкция весит в два раза легче. А это не все. К нему еще нужен сложный трехвазный контроллер и аккумулятор. Да и стоит он гораздо дороже. Так что болгаровел однозначно выигрывает по цене и весу. Еще одно преимущество болгаробайка в том, что болгарка всегда с собой. В случае необходимости ее можно снять всего за пару минут и работать там, где нет света. К примеру, снять старый замок на даче. А еще можно пользоваться любыми электроприборами. Хоть среди поля или во время отключения света. Кстати, вместо инвертора с аккумулятором можно использовать обычный бесперебойник от компьютера. Понятно, что время работы его гораздо меньше. Но если использовать для помощи вращение педалей, то его вполне хватит. О, пупыр! Я остановился на использовании металлического вала. Хоть он и долговечный, но у него есть один недостаток. Он пробуксовывает при старте. Если тебе нужен резкий импульс при старте, я рекомендую использовать резиновые сайлентблоки от автомобиля ВАЗ. Они подходят по размеру, а резина дает хорошее сцепление без пробуксовки. Хочу поблагодарить ребят с канала Мото Сан за помощь в сборке механической части болгаробайка. Ну и под конец, немножко огнедышащего безумия. Огнедышащие велосипеды. На этом все. С вами была команда Криосан. Я Александр Крюков. А в следующем видео вы увидите полет нашего каскадера на самодельном воздушном шаре. Подпишись, чтобы не пропустить. Мы ехали со съемок и у нас заглох двигатель. Мы начали грешить на свечу. Оказалось, бензин закончился. И мы решили перелить с этой лампы. Тут остался один стаканчик. Давай через ключ. Пошла? Да. И все. Что делать, бери? Добавляем. Добавляем.